Дорогие друзья, перед вами обложка моей книги «Алгоритм гармонии». Она у меня служит заставкой на моём ноутбуке. Я решил, наконец, рассказать, что обозначают символы и фигуры на обложке книги «Алгоритм гармонии». Здесь изображён крест, вертикаль и горизонталь. Когда человек поёт молитву, он за время выдоха рисует восемь отрезков. Абун. На выдохе человек поёт в течение восьми ударов сердца. В этом состоит гармония, что вдох равен выдоху и равен восьми ударам сердца. Вот эта зелёная синусоида – это цикл дыхательного акта, который состоит из вдоха и выдоха. При вдохе давление ниже атмосферного, при выдохе давление выше атмосферного. Вот это вот атмосферное давление. На каждый вдох приходится восемь ударов сердца. Восемь секунд. На выдох тоже восемь ударов сердца. Восемь секунд. Все цвета радуги плюс белый цвет – это и есть гармония цветов. Красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый, белый. Красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый, белый. У человека восемь чакр. Муладхара, Сватхистана, Манипура, Анахата, Вишутха, Аджна, Сахасрара, Сома. Восьми цветам радуги соответствует восемь чакр человека. Вот я здесь подписал вдох, давление ниже атмосферного. Выдох, давление выше атмосферного. Это нужно представлять и понимать. Кроме того, я ещё хочу сказать о моей теории кровообращения. Дыхание происходит одновременно с кровообращением. Как в лёгкие попадает свежий воздух, так же попадает в лёгкие при вдохе синяя, бедная, относительно зарядов эритроцитов, кровь. И накапливается в лёгких при вдохе. При выдохе из лёгких выходит уже артериальная кровь, красная, с заряженными эритроцитами. Этот процесс происходит одновременно. То есть, если человек это понимает и представляет, до него может дойти такая мысль, что от качества дыхания и от качества кровообращения зависит в конце концов и здоровье, и продолжительность жизни. И если человек будет делать это гармонично и осознанно, то он может жить и более 150 лет. Все молитвы и мантры всех пророков идут в ритме вдох 8 ударов сердца и выдох 8 ударов сердца. Это дыхание вечной жизни. А свой век человек определяет сам. Если он не ошибается, не делает огрехов в своей жизни, то он может жить столько, сколько ему понадобится для выполнения своей сверхзадачи. А сверхзадача – это тот путь, который он должен пройти в течение своей жизни, и достигнуть своей цели. Всего вам доброго, крепкого здоровья и вечной жизни. Постскриптум. Мою книгу «Алгоритм гармонии» можно бесплатно скачать по любому поисковику в интернете. Нужно набрать «Скачать бесплатно алгоритм гармонии» и дальше действовать согласно алгоритмам. Всего вам доброго.